Всех приветствую на канале Outlook.Live. Сегодня 9 декабря, среда. Как же все-таки сидение дома немножко расхолаживает. Мы еще первую неделю как-то держались в рамках режима, а вторая неделя вообще пошла просто на расслабоне. Сейчас время без 29. Я совсем недавно встала и уже еду по делам. Сегодня так хорошо, хоть туман расселся. Я вчера пошла в тренажерный зал вечером и просто еле доехала домой. Такого густого тумана я давно не видела. Когда мои нервы начинают сдавать, я иду в тренажерный зал. Слава Богу, что их открыли сейчас. Позанималась час, совершенно себя по-другому чувствую. Слушайте, на улице посмотрите, ежики в тумане. Обычно у нас туманы по утрам, но сегодня что-то непонятное. 5 часов вечера, темнота и туман. И, кстати, такая неприятная промозглость. Ой, быстрее сейчас добегут машины, поеду домой чай пить. Сегодня с утра я тороплюсь на тест-драйв. О грустном я расскажу попозже, а о хорошем я хочу сказать, что мне придется покупать новую машину. Так как по интернету у меня не выходит даже ботинки заказать, я еду на тест-драйв. Почему я остановила свой взгляд именно на этой модели? Во-первых, я выбрала несколько производителей. И выбирала я по одному принципу. Мне нужен был кроссовер, это среднее что-то между седаном и внедорожником. То есть, как бы, вроде внедорожник и вроде седан. Что-то среднее для городской, такой-сельской жизни, самое оно. Мне показалось, что Volvo это надежная машина, она должна быть лаконичная. В принципе, это мне так и показалось внутри. Мультимедийная система классная, все замечательно. О минусах я, наверное, расскажу попозже, потому что тест-драйв у меня был на другой машине. Честно говоря, салон, конечно, маловат. Я сейчас вот на заднем сидении сижу. У меня ноги упираются в сидушку, которая впереди. У нас все высокие, ребята растут. Не знаю, нам, конечно, эта машинка будет немножко тесновато. Еще раз хочу интерьер показать. Сидение здесь на этой модели кожа и замша. Ну, кожаный. В принципе, довольно-таки лаконично сделано. Кнопок мало, это хорошо. Не знаю, как вот эта мультимедийная система пользоваться, насколько она удобная. Но я думаю, что здесь шведы делают, наверное, все очень просто, без наворотов. Ну, багажник обыкновенный, багажник как бы ничего особенного. Как же все-таки меняется салон машины, если он светлый и есть люк наверху? То есть ощущение такой вот клаустрофобии пропадает, как вот было в той модели, которая стоит в дилерском центре. Здесь мне не очень понравилась ручка переключения скоростей. То есть она не двигается, ее можно просто немножко так толкнуть вперед или назад. Но ощущение того, что вы переключили скорость, как-то приходит не сразу. Поэтому к этому, конечно, надо привыкать. Я думаю, что это мелочи. за один день, наверное, я привыкла бы. Но мне это показалось странным. Я, наверное, так снимала подробно больше для себя, нежели чем для влога, так как моделей я смотрела несколько. И чтобы запомнить, что мне понравилось, что не понравилось, я вот так вот досконально все это снимала. Я возвращаюсь домой на короткий перерыв. У меня сегодня еще один тест-драйв. Это Audi. Да, я выбираю из четырех моделей. Первая вы видели. Это Volvo XC40. Вторая модель, которую я присмотрела, это Audi Q3. Либо обычная, либо Sportback. И завтра у меня еще два тест-драйва. Влоги не хотелось бы переводить в разряд Автоледи. Сейчас мы с Лукой попробуем сделать уроки. Я ему вообще-то сказала, чтобы он сам начинал все это делать. Но не знаю. У меня подозрение, что он ничего не делал. Сейчас посмотрю. Мы что с тобой, уроки будем делать или тупить будем? Я буду тупить. Ты будешь тупить? Точно? Уроки не хочешь делать? Нет? Вышел небольшой обломчик. Менеджер, который продает машины, он мне позвонил до моего приезда и сказал, что машину, которая используется для тест-драйва, ее не вернули. Но я думала, что у них в салоне стоит машина, которая просто на дисплее. Оказалось, нет. Стоит другая модель. И я поеду завтра уже на тест-драйв, потому что машину должны вернуть. Так как те модели, которые стоят, они все-таки другие. 10 декабря уже. У меня все по второму кругу. За мной официальный дилерский центр Ауди. Я приехала опять на тест-драйв. Вчера у меня не получилось это сделать. Сегодня, я думаю, машина в наличии. Так что я ее попробую. И еще у меня сегодня запланирован еще один тест-драйв. Это BMW модель X2. Так что обязательно возьму вас с собой. Если среди моих подписчиков и зрителей есть люди, которые катаются на тех моделях, которые выбираю я, пожалуйста, пишите свои отзывы. Мне очень интересно послушать именно женские отзывы, пожалуйста. Потому что мужчины по-другому оценивают ситуацию. Мне нужна машина для школьных поездок, поездок в магазин и так далее. То есть короткие поездки без всяких таких заморочек, чтобы был относительно вместительный багажник, чтобы машина была комфортная и удобная в управлении. Ну и желательно, чтобы она была экономичная. Салон Audi, честно говоря, меня немножко поразил. В том плане, что эта машина могла бы быть спокойна десятилетней давности. То есть мне показалось, что не очень немцы стараются, вот именно концерн Audi не очень старается придумать что-то новенькое. Я решила уже, думаю, ладно, раз в салоне смотреть нечего, хоть в мультимедиа и побалуюсь, побаловалась. Не могла понять, как включить навигатор. То ли я тупила, то ли мультимедиа тупила. В общем-то, это науке уже неизвестно, а кое-как я все-таки его включила. Это заднее сидение Audi. Место, конечно, чуть побольше, чем Volvo. Как-то повыше крыши, что ли, я не знаю. В салоне как-то немножко попросторней. Меня, конечно, Audi поразило вот этим вот, вот этой конструкцией. То есть я, честно говоря, не ожидала, что будет так все довольно-таки простенько. Как-то немножко топорно. Я бы не сказала, что дизайн внутренний меня впечатлил. Как-то очень все так совсем вот по старинке. Как машина ведется на дороге, мне понравилось. То есть чувствуется какая-то такая вот защищенность, что ли, мощь машины. Да, так что я надеюсь, что я приму решение какое-то побыстрее сегодня. Возможно, с машиной надо определяться. Не хотелось бы это делать очень быстро, но время поджимает. На прокатной машине я не могу очень долго ездить. Обхожу машину по периметру, документирую ее для себя, да, чтобы потом посидеть, вспомнить и принять правильное решение. Она лаконичная, очень довольно-таки, ну, симпатично смотрится, аккуратненькая. Багажник хороший, вместительный, такой же, наверное, как у Вольво, то есть, ни большой, ни маленький. Багажники, наверное, измеряются в литрах. Я не знаю, сколько здесь литров, но, на мой взгляд, влезет несколько чемоданов запросто. У меня полчаса между тест-драйвами, поэтому я решила взять себе кофейку. Рядом Макдональдс, мне была там сто лет. Иду в BMW, пока я жду своего менеджера. Тут посмотрела машинки. Это не те модели, которые я выбираю. Это X3, такие довольно-таки тоже стильненькие, хорошенькие, прям замечательные. Мне уже нравятся. Машина, на которой я делала тест-драйв, меня поразил, конечно, салон внутри. Снаружи серость и слякоть, а внутри прям такое солнышко. Оранжевое солнце, оранжевое я из этой серии. Очень удобное сидение, достаточно вместительный такой салон. То есть, мне не показалось там тесновато. Единственное, мне вот не понравилось расположение мультимедии. Было бы лучше, если бы она была утоплена в панель. Эти три машины абсолютно одинаковые. Только единственная разница в дизайне салона и цвете машины. Вот на этой машине я делала тест-драйв. Вторая машина, она, мне кажется, такого же цвета, может быть потемнее. Но там салон, даже не салон, а кресло и небольшие вкрапления белой кожи. И третья машина точно такая же. То есть, модель такая же, но выглядят они все совершенно по-другому из-за цвета. Здесь, видите, голубая такая светлая машинка и внутри темный салон. Понравилось мне быть за рулем этой машины. И кресло удобное, и в салоне так просторненько. Мультимедиа, несмотря на то, что она не совсем на месте, это по моему мнению, но она очень качественная, хорошее разрешение и очень удобная в использовании. Единственное, мне показалось, что можно было еще добавить датчики на зеркала для зон, которые плохо просматриваются, их нету. А в остальном, в принципе, все очень-очень достойно и неплохо. У нас уже вечер, я приехала домой. Сразу скажу, что машину я выбрала. Попробуйте угадать, какой из трех вариантов мне больше приглянулся. Что я выбрала себе и на чем я буду ездить в ближайшее время. Остаток дня снять я уже никак не могла, потому что все было бегом-бегом на скаку. Мы и на ипотерапию сходили, и в магазин сходили купить продуктов. И параллельно я делала какие-то дела. На ходу тоже набегу. Тем, кто интересуется, что случилось с лендровером, ситуация не очень хорошая. Сразу скажу, что мотор не подлежит восстановлению. То есть машине требуется замена мотора. А те, кто в теме, знают, что когда меняют мотор, то это уже все, последняя стадия. То есть, во-первых, это очень дорого. Во-вторых, нецелесообразно. То есть мы остались полностью без машины. Да, мы будем судиться. Это очень длительный процесс. Сейчас машина проходит независимую экспертизу. Уже выяснили, что были допущены несколько ошибок в том сервисе, в котором машина ремонтировалась. И нам сейчас надо собрать все бумаги, все чеки. И только тогда мы можем обратиться через адвоката с требованием о компенсации. Ну, ладно, не буду я о таком грустном в конце влога рассказывать. Расскажу еще то, что из новостей тоже не очень, конечно, хороших. Но, с другой стороны, эта жизнь складывается из разных моментов. В школу Лука не возвращается до Нового года. Это 100%, потому что там подтвержденный случай ковида. То есть та неделя, в которой мы думали, что вау, аллилуйя, вернемся в школу, ее не будет. На следующей неделе мы сидим дома. Это последняя неделя перед каникумом. С Гошной школой пока все нормально, но ситуация может измениться в любой момент. А на этом я с вами прощаюсь. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Как всегда, жду ваших комментариев и лайков. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok